Всем здравствуйте! Сегодня мы приготовим безе, но не французский десерт безе, который хрустящий снаружи и тягучий внутри, а легкое и воздушное белковое печенье безе. Для приготовления нам понадобится 3 яйца, 200 грамм сахарной пудры или мелкозернистого сахара, крахмал, подойдет кукурузный или картофельный, немного соли или лимонной кислоты и ванилин по желанию. Перед началом приготовления безе нужно подготовить посуду. Это должна быть металлическая или стеклянная посуда, абсолютно чистая. Для того, чтобы обезжирить посуду, можно протереть ее долькой лимона. Также посуда желательно должна быть холодной. Начнем с того, что отделим белки от журтков. Яйца не должны быть сильно холодными, они должны быть комнатной температуры. Холодные белки лучше взбиваются быстрее, но есть вероятность того, что потом белок посадит при выпечке или потечет. Теперь белки переливаем в кастрюлю. Добавляем буквально щепотку соли. Если вы будете взбивать белки с лимонной кислотой, тогда лимонную кислоту стоит добавить тогда, когда белки будут уже взбиты. То есть по окончанию взбивания. На маленькой скорости миксером начинаем взбивать белки. Когда белки станут мутными и насытятся кислородом, на них начнет образовываться пена. В этот момент добавляем скорость на миксере и взбиваем белки до устойчивой пены. Когда белочки начнут держать форму, миксер не останавливаем. Я специально его выключила для того, чтобы вы меня слышали. Добавляем в этот момент ванилин и буквально по одной столовой ложке добавляем сахарную пудру. Продолжаем взбивать. Сахарную пудру добавляем небольшими порциями и взбиваем до полного растворения пудры. Когда будет добавлено все 200 грамм сахарной пудры, добавляем прям с такой горкой большой столовую ложку крахмала. И еще раз белки хорошо взбиваем. Хорошо взбитый белковый крем прекрасно держит форму и при переворачивании к кастрюле никуда у нас не убегает и не выливается, не высыпается. Теперь ставим разогреваться духовку до 100 градусов, а мы пока отсадим печенье. Белковую массу перекладываем в кондитерский мешок. С насадкой звездочка. На бумагу для выпечки отсаживаем небольшие печеньки, буквально по 2 см диаметра, на расстоянии друг от друга, так как печенье немного поднимется в духовке. Бумагу с печеньками перекладываем на решетку или на противень. На решетке выпекать безы лучше, так как они равномернее пропекаются и нет вероятности того, что они подгорят снизу от противня. Духовка уже разогрелась. Повторю, что духовку мы разогревали до 100 градусов. Отправляем печенье на просушку. Просушивать его будем примерно 25-30 минут. Все зависит от возможностей вашей духовки. Печеньки должны подсохнуть и начать немножечко коричневеть. Они станут такие бледно-бледно, даже как розовые или бежевенькие. В этот момент их нужно будет вытащить и остудить полностью на бумаге. Духовку желательно не открывать. Прошло 25 минут. Именно столько готовилось печенье в моей духовке. Как я и говорила, оно приобрело слегка такой, как розоватый, бежеватый оттенок. Теперь печенье нужно полностью дать остыть на бумаге, после чего можно использовать его по назначению. Просто кушать или украшать им торты пирожные. Хранить это печенье нужно в закрытой баночке, чтобы оно быстро не отсыревало. Хотя в отличие от французского десерта Безе, это печенье долго остается хрустящим. У меня на этом все. Я надеюсь, что вам понравится такое легкое, воздушное, белковое печенье Безе. Всем приятного чаепития и пока-пока!